Ячейки в редакторе Microsoft Excel 2010 являются минимальными рабочими единицами при разработке документа. Каждая ячейка имеет свой собственный адрес в виде координат, определяющих их расположение на листе. Например, ячейка с адресом F2 обозначает, что F – имя столбца, а 2 – номер строки. Ячейки таблиц в Microsoft Excel 2010 могут содержать различный формат данных, например, текст, числа и даты. При этом автоматически числа и даты в ячейках выравниваются по правому краю, а текст – по левому. Ячейки можно добавлять, удалять, перетаскивать вместе с содержимым. Информацию, расположенную в ячейках, можно представлять в разных форматах – числовом, даты и времени, текстовом или процентном. При открытии рабочей книги Excel всегда автоматически выделяется ячейка А1. Для выделения одной ячейки необходимо в окне открытого листа кликнуть по ней левой кнопкой мышки. При этом ячейка выделится рамкой черного цвета, а ее адрес отобразится в адресном окошке в строке «Формул». Если нужная вам ячейка не находится в пределах видимости на открытом листе, то необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки в адресном окошке строки «Формул» и набрать нужный адрес ячейки, используя при этом только латинский алфавит и цифры без пробелов. Например, введите адрес «Х2» и нажмите «Энтер». Рассмотрим, как работать с диапазоном ячеек. Для выделения группы ячеек, расположенных рядом, зажмите левую кнопку мыши на угловой ячейке и переместите курсор в необходимую позицию. Диапазон ячеек будет выделен. При этом первая выделенная ячейка диапазона останется незатемненной и готовой к вводу информации. Также вы можете выделить группу ячеек, щелкнув по первой ячейке диапазона, а затем при зажатой клавише «Шифт», щелкнув по последней ячейке диапазона. Для выделения группы несмежных друг с другом ячеек, зажмите клавишу «Контрол» и кликайте левой кнопкой мыши по каждой из необходимых ячеек. Вы также можете воспользоваться адресной строкой для указания диапазона ячеек. Щелкните курсором в адресном окошке строки «Формул». Наберите адрес нужного диапазона ячеек, используя при этом только латинские буквы и цифры без пробелов. В качестве разделителя между границами адреса используются двоеточия, например, A2, двоеточие, F2. Закрепите введенный адрес нажатием клавиши «Энтер». Чтобы выделить все ячейки листа, щелкните по ячейке, расположенной на границе перечня строк и имен столбцов, или используйте сочетание клавиш «Контрол-А». При прокрутке листа, содержащего большой объем данных, очень часто пропадает из поля зрения, выделенная в данный момент ячейка. Для быстрого перехода к ней, в окне открытого листа используйте сочетание клавиш «Контрол-Бэкспейс». Несколько смежных между собой ячеек можно соединить в одну большую ячейку с общим форматом. Рассмотрим, как это сделать. Выделите диапазон нужных ячеек, учитывая, что выделенная зона должна быть обязательно прямоугольной, и перейдите на вкладку «Главное». В группе «Выравнивание» раскройте ниспадающее меню кнопки «Объединить и поместить» в центре. В открывшемся списке команд для объединения выберите команду «Объединить ячейки». Общую объединенную ячейку можно разбить на ячейки, которые ее составляют. Для этого выделите нужную объединенную ячейку и аналогично объединению ячеек раскройте меню кнопки «Объединить и поместить» в центре, и в списке команд выберите пункт «Отменить объединение ячеек». В следующем видеоуроке мы продолжим работу с ячейками.